Писание 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 что Бог на самом деле есть лишь один, во-вторых, принял обрезание, ну и, соответственно, обязался жить по всем заповедям Торы. Теперь, после воскресения Ешо из мертвых и излияния Духа Святого, ситуация меняется радикально. Обращение к Богу Израиля больше не подразумевает обрезание и принятие на себя обязательства соблюдать все заповеди Торы. И при этом, соответственно, грек уже не становится евреем. Но кем же он становится в таком случае? И какое отношение, самый основной вопрос, который нас интересует, какое отношение его новый статус имеет к статусу народа Израиля? Этот вопрос действительно не дает покоя многим нашим братьям и сестрам по вере. Они говорят примерно следующее, как язычники до прихода Мессии мы были отчуждены от общества израильского, мы были ветвями дикой маслины, но вот именно были. То есть это все в прошлом. Соответственно, теперь, благодаря Мессии Ешо, мы не отчуждены от Израиля, мы привиты к благородной маслине, к Израилю. Он, Ешо, сделал из нас двоих одно целое. Мы едины. И вот до сих пор я согласен с каждой фразой и с каждым словом сказанным, но некоторые люди делают следующий шаг и говорят примерно следующее. Целое, частью которого мы стали вместе с евреями, это Израиль. И вот это утверждение, на мой взгляд, по моему глубокому убеждению, уже ошибочное. Почему люди совершают эту ошибку? Они, как мне кажется, не понимают двух очень важных вещей. Или хотя бы одной из них, но чаще двух. Во-первых, что такое тело Мессии? И во-вторых, как оно связано с Израилем? Мне кажется, что именно на почве непонимания вот этих двух вещей и произрастают и такое учение, как один закон и эфрамидские идеи. И поэтому попробуем давайте немного ясности внести. И начнем с того, что такое тело Мессии. Тело Мессии, как я понимаю, это все истинные ученики Ешо, образующие единый духовный организм. Евреи, арабы, американцы, японцы, православные, баптисты, мессианские, евреи, имеющие познание о еврейских корнях веры и не имеющие никаких познаний о них. У всех у нас общий знаменатель — это Господь Бог Израиля и Его Сын Мессия Ешо, которого мы любим и для которого мы живем. Каждый из нас — часть этого организма, связанная непосредственно как с самим Ешо, так и друг с другом, с другими частями этого организма. То есть мы принадлежим и Ему, и друг другу. И мы тем самым являемся общиной Нового Завета. Часть этой общины уже с Господом Ишо на небесах, я имею в виду всех тех, кто уже прошел свое поприще до нас, а часть находится на земле сейчас. И вот это вот моя первая и основная идентичность. Еще раз, кто я такой? Мой ответ на этот вопрос следующий. Я человек, принадлежащий Ему. Ешо. Он — моя жизнь. Не предписание делать это или то, и предписание не делать этого и не делать того, не в этом моя идентичность. Моя идентичность в нем самом. Я — ветвь, а он — лоза. Я при этом еврей? Да, разумеется. Но лишь после того, как я его ученик и друг. И, соответственно, моя первая и основная семья сегодня, духовная, — это не еврейский народ, а те, кто идет за Ишо. И до тех пор, пока в синагоге читается молитва Амида, включающая проклятие против нас, против его учеников, на еврите так называемая Берката Меним, я не могу считать синагогу своим настоящим духовным домом, сегодняшним духовным домом. Да, я могу туда иногда зайти и могу помолиться там, но мой настоящий дом — это община учеников Ишо, а не тех, кто проклинает нас. Таким образом, тело Мессии, или церковь, если вам нравится это слово больше, это не Израиль. Но, следующий вопрос, в таком случае, как тело Мессии связано с Израилем, в каком же смысле мои нееврейские братья и сестры теперь не отчуждены от общества израильского. В чем конкретный смысл привития вот этих диких ранее ветвей к ухоженной маслине, если в результате эти дикие ветви так и не становятся еврейскими? Кем же они тогда становятся? Какие они? Церковь в массе своей никогда не могла ответить на этот вопрос ничего вразумительного. Ну, во-первых, она даже его не ставила, Израиль для нее был по большей части не актуален, соответственно, и вопрос такого не возникало об отношении церкви к Израиле. А во-вторых, даже если бы она поставила этот вопрос, она не смогла бы на него ответить вразумительную, потому что она отделила Мессию Израиля от народа Израиля. То есть, Мессию отделила от его собственного народа. А между тем, именно взаимосвязь Израиля и Ешуа является, на мой взгляд, ключом к пониманию связи его учеников, то есть нас с вами, как евреев, так и неевреев, с народом Израиля. Конечно же, Ешуа, если уже мы будем сейчас говорить об этой связи, был и остается частью Израиля. Он был и есть еврей. Нигде в Новом Завете не сказано, что после его воскресения у него появилась та самая крайняя плоть, которую на восьмой день его земной жизни ему обрезали. Я говорю земной жизни, потому что он существовал и до своего рождения от Марии. Однако, тем не менее, хотя Ешуа остается евреем, он больше, чем просто еврей. У пророков есть несколько стихов, наводящих на мысль о том, что Ешуа — это весь Израиль. Если мы говорим сейчас не о божественной идентичности Ешуа, а мы продолжаем разговор о его еврейской идентичности, что Ешуа — это весь Израиль в лице одного конкретного еврея. Так сказать, олицетворение народа Израиля. Я имею в виду прежде всего пророчество Исаии о рабе Божьем. Тема раба Божьего появляется у Исаии в 41-й главе и продолжается вплоть до 53-й. И в большинстве случаев это выражение «раб Господа», «раб Божий», «раб Мой» относится у него ко всему народу Израиля. Однако в 49-й и 53-й главах мы находим также стихи, где раб Господень — это явно не весь народ Израиля, а один человек. Например, почитаем первые шесть стихов 49-й главы. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и садел уста мои, как острый меч. Тени руки своей покрывал меня, и садел меня стрелою изостренную. В колчане своем хранил меня, и сказал мне, Ты, раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что вообще истощал силу свою, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего. И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых, и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Обратите внимание, в начале этого отрывка говорится, Ты, раб мой Израиль. То есть раб Божий это кто? Это весь народ в целом. Так и дальше сказано, Господь образовал меня в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова и чтобы Израиль собрался к нему. Если и тут раб Божий это Израиль, то получится что? Абсурд. Раб Божий будет обращать к Богу раба Божьего. То есть самого себя. Очевидно, в этом стихе раб Божий это уже конкретная отдельная личность, а не весь народ. Второй подобный текст это конец 52 главы и вся 53. И там всюду говорится о рабе Господа как об одном человеке. Конечно, раввины говорят, что речь идет о Мессии, а не об Израиле. И конечно, они не правы. Но откуда у них такое толкование? Не с потолка, разумеется. Ведь в предыдущих-то главах, как то, что мы читали сейчас, раб Господень это действительно весь народ Израиля. И не только здесь. Однако в том-то все и дело, что в одних текстах это весь народ, а в других отдельный израильтянин. Третий текст пророческий. Осия. 11 глава. Первый стих. Это пророчество цитирует в своем Евангелии Матфей. Из Египта возвал я сына своего. И вот здесь обыгрывается уже немножко другое понятие. Не раб Господень, а сын. Но смысл, игра абсолютно та же самая. Израиль сын Бога, первенец. Сказано в книге Исход еще. И также Ишуа сын Божий. Ишуа в своей жизни тем самым как бы проделывает тот же самый путь, что и народ Израиля. Отдождествляясь со всем народом. И соответственно являясь неким олицетворением всего народа. К чему это сказано? К тому, что как ученик Мессии Ишуа. Вы соединены с Ишуа совершенно реальным образом, хотя и невидимым. Вы ветвь, а он лоза. Вы органически связаны с ним. Эта невидимая связь проявляется видимым образом по-разному. Во-первых, через твилу, то есть водное крещение. Во-вторых, через совершение хлебопреломления. И в-третьих, надеемся, через ваше поведение. Теперь, будучи связаны с ним, вы также при этом связаны через него с народом Израиля. Потому что, как мы сейчас показали, он является Израилем в лице одного конкретного еврея. И вот в этом-то и заключается ваша неотчужденность от Израиля. Или привитость к нему. А не в том, что Ишуа сделал вам какой-то свой особый геюр. Посредством которого вы каким-то непонятным совершенно образом никому превратились в еврея. Последнее на сегодня о пророчестве Еремии. Да, в этом пророчестве действительно не сказано ни слова о том, что неевреи будут включены в Новый Завет. Давайте зададимся простым вопросом. А почему не сказано? И также, означает ли это, что они таки и не будут включены? Все эти выше сказано уже ясно, что совсем не означает, неевреи включены в Новый Завет. А Еремия об этом не говорит по двум простым причинам. Во-первых, включение язычников в Новый Завет было сокрыто даже от пророков Танаха. Вот что пишет об этом Шауль. Этот тайный замысел стал известен непосредством Откровения. Я уже писал об этом коротко, и если вы прочтете, что я написал, то уясните, как я понимаю этот тайный замысел, связанный с Мессией. Он не был известен предыдущим поколениям человечества, но сейчас Дух открывает своим посланникам и пророкам, что в союзе с Мессией и благодаря доброй вести язычники должны были стать сонаследниками, составить единое тело, стать сопричастниками с евреями в том, что пообещал Бог. Я стал слугой этой доброй вести, благодаря милостивому дару Бога, данному мне посредством действия Его могущества. Мне, наименьшему из всего Божьего святого народа, было предоставлено особое право провозгласить язычникам добрую весть о непостижимых богатствах Мессии и открыть всем, каким образом будет осуществлен этот тайный замысел. Замысел этот, который на протяжении веков был сокрыт Богом, Творцом всего, должен, через существование мессианской общины, показать правителям и властям на небесах, насколько многогранна Божья мудрость. Итак, хотя пророки Танаха предвидели, что в конце времен язычники обратятся к Богу, Израиля, они не понимали и не могли понять до конца, каким именно образом это произойдет. Петр и прочие апостолы были в полном шоке, читаем мы в книге Деяний, от того, что Святой Дух был дан людям, не имевшим в себе ни капли еврейской крови и не жившим по Торе. То есть, таким же образом дан им был Святой Дух, как ранее он дан был евреям. Однако Шауль получил уникальное и совершенно новое откровение о Божьем плане на неевреев. Так что Иеремия, прежде всего, просто не имел откровения о включении неевреев в Новый Завет. Это первая причина, почему они не упомянуты в его тексте. Во-вторых, даже если бы он и имел это откровение, он не стал бы говорить о включении язычников, как о Новом Завете. Ведь выражение «Новый Завет» подразумевает, что был прежний, по отношению к которому вот этот будет новым. Как сам Иеремия, конечно же, и пишет, сравнивая Новый Завет, о котором он говорит, с прежним Заветом. Не такой Завет, как я заключил с отцами их, когда вывел их за руку из земли египетской. Поэтому говорить о том, что неевреи вступят в Новый Завет, было бы просто бессмысленно, потому что этот Завет новый для кого? Для тех, у кого был прежний Завет, то есть только для евреев. Для неевреев этот Завет не является новым. Суть его абсолютно та же самая. Но название «Новый» очень условное по отношению к евреям. Для них это просто Завет, в который Бог ввел их. по благодати, так же, как и евреев. Ну вот, собственно, и все на эту тему. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azisdefismedia.tv Продолжение следует...